На Чукотке запущен проект «Спасенные жизни», направленный на борьбу с алкогольной зависимостью жителей округа. В его рамках планируется показать людей, уже поборовших проблему и их жизненные истории. И все это через фотографии Олега Зотова. «Спасенные жизни» – так называется акция, запущенная на Чукотке. Организаторам, а это отделение Красного Креста, уже на протяжении долгих лет ведется борьба с алкогольной зависимостью среди населения округа. На этот раз был запущен фотопроект. В его рамках планируется показать счастливых людей, поборовших пагубное пристрастие, которые сейчас живут полной и здоровой жизнью. Цель проекта – рассказать о положительных историях, которых людей, которые преодолели свою беду, смогли найти силы в себе и создать семью, дать счастье своей семье уже в здоровой, в организации здоровой жизни. Для того, чтобы показать людей, справившихся со своей проблемой, к проекту был привлечен профессиональный фотограф. Олег Зотов приехал на Чукотку из Москвы. За свою карьеру он снял множество знаменитостей, таких как Вера Брежнева, Дмитрий Нагиев, Алла Пугачева и многих других. Именно люди интересны Олегу в качестве объекта съемки. Здесь, в Анадыре, он снимает артистов знаменитого ансамбля «Эргерон». Ваш танцевальный коллектив, да, на этих прекрасных просторах, и будут еще различные съемки, то есть я считаю, что вот эти там 15 дней, которые я здесь, мы используем максимально, невзирая на погоду. Мастер лично выстраивает композиции. Работать приходится в суровых условиях. В тундре и при сильном ветре. Погода не мешает ему делать свою работу. С профессиональными артистами работать легко, но фотографировать придется и самых обычных людей с необычной судьбой. Тех, кто сам смог встать на верный путь трезвой жизни и научить жить без алкоголя других. Таких надо отметить немало, ведь Красный Крест Чукотки уже долгое время занимается проблемой пьянства среди коренного населения. За эти 10 лет очень много событий произошло. Я буквально видела, как многие люди сами избавлялись от алкоголя. Школьные зависимости притягивали таким образом других людей, в том числе из своих детей. И благодаря этому родились внуки уже в трезвости. Этот проект должен стать иллюстрацией больших достижений в борьбе с пьянством. Сейчас только первый этап. Ида Ручина, идейный вдохновитель, готовилась к нему основательно. Я думаю, потому как серьезно. Ида за полгода готовилась к нему. Это оборудование, это десятки консультаций. Это большая работа на самом деле. Дай бог, чтобы все было удачно. Дальше планируется поездка по районам округа и самым отдаленным населенным пунктам, где до сих пор живут люди, которые принимали активное участие в семинарах трезвости, организованных Красным Крестом Чукотки, и которые до сих пор ведут трезвый образ жизни. Владимир Негиченко, Ярослав Сертун, Вести Чукотка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова